всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл это электросамокат с очень интересными особенностями я такое вижу впервые сейчас все расскажу опыт использования как на нем кататься как ускоряется как держит заряд загсборд с 8 pro самое примечательное в этом электросамокате то что им можно комфортно не только управлять как электросамокатом здесь переднее ведущее колесо но и дека расположена ниже к земле чем у большинства наверное у подавляющего по крайней мере из всех самокатов что я тестировал дека ниже всех расположенных земле и у него самый хороший накат то есть с выключенным мотором и можно пользоваться просто как электросамокатом рак электросамокатом разницы практически нет весит он правда 11 килограмм что несколько меньше чуть меньше чем обычный относительно недорогой электросамокат очень брать какие-то монстры с огромными колесами а приблизительно одноклассники и в цену и в габаритах он чуть меньше по габаритам и именно вот если вам важно просто кататься или когда батарейка сядет толкаться самое но по самокату самое главное нужно понимать что самокат с относительно небольшими 8-дюймовыми колесами они не надувные то есть это плотная резина и передняя и задняя конечно я как и большинство из вас прекрасно понимаю и чем колеса больше и всегда лучше чтобы они были надувные но отчасти компенсируется этот недостаток ну недостаток когда едешь по неровной поверхности конечно трясет больше но отчасти компенсируется амортизаторами есть задний амортизатор и передний задние это стандартный амортизатора переднем в виде вилки я привык тщательно все проверять рассказывать только о том что проверил сам и я когда отогнул этот кожух я смотрю и пишу в этой компании говорю ребята у вас переднего амортизатора то нет похоже он есть просто он так выглядит как втулка железная но там именно вилка амортизатор по самокату разумеется самокат складной разумеется можно сложить ручки здесь скрывается наверное основной основной недостаток этого самоката объясню ручки складные это классно но вот они в нормальном положении но это самый большой люфт из всех самокатов что я тестировал именно у этого то есть когда едешь ну вот и когда просто вот трогу их чувствуется люфт и наверное здесь ничего не сделать вот такой вот недостаток у этого самоката присутствует но на самом деле это основной основное все в нем нравится смотрите сами переднее мотор колесо мощностью 400 ватт не так и много но и не так и мало скорость развивает до 35 километров в час но очень сильно зависит от веса ездока очень сильно зависит от типа дороги от всего зависит конечно на вес первую очередь я вешу около 100 килограмм с небольшим и этот самокат меня смог разогнать до 24 человек весом килограмм 60 точно разгонится под тридцатник на 35 это конечно при идеальных условиях будет батарейка 8800 миллиампер час по информации от производителя и хватает до 30 километров то же самое при максимальных условиях по моим ощущениям хватает ну мне бы лично хватило километров на 12 плюс минус легким более легким людям значительно я думаю до 20 можно выжить но опять же зависит от манеры езды насколько часто вы тормозите насколько подъем и спуски и так далее но официальные цифры такие есть пусть простейший но все-таки бортовой компьютер почему говорю простейший потому что тут всего несколько кнопок здесь такой монохромный но цветной дисплей на ярком солнце он считается не так хорошо но лучше чем бывало значительно хуже знаете даже под солнышком он в принципе виден а ночью так вообще приятная такая разноцветная подсветка понятно что показывает остаток аккумулятора текущий заряд пройденное расстояние сейчас пройденное расстояние всего включается конечно же габариты есть сигнал он такой печальный тихий но его услышат но это непонятно что сигнал но есть и есть вот буквально такой писк раздается есть три скорости первая вторая и третья понятно что на 1 меньше разгонять на 3 больше лучше ставить третью как происходит движение переднее мотор колесо отталкиваться не нужно просто курок газа в пол и поехали если держите неподвижно на одинаковой скорости 5 секунд и выше сквозь контроль то есть курок газа можно отпустить но курок газа похвалю он удобный руки пальцы от него не устают слева точно такой же курок он уже отвечает за тормоза здесь можно тормозить двумя способами первый это собственно мотор колесом он менее безопасный и менее эффективный то есть когда вы едете вы нажимаете на курок слева и электронное торможение конечно она срабатывает не так быстро целях безопасности чтобы вы на скорости 30 не дай бог не перевернулись физика ребята помните все вот из советского детства на камах как спутал тормоз задние с передним если стоят и полетел я летал и не раз кстати и не только на камах вот второй тормоз нетипичный электросамокатов он точно такой же как на обычных не электросамокатах то есть просто ногой тормозим пожалуйста подошвой там конечно есть габаритный огонь и стоп-сигнал но конечно он защищен стальной пластины и тормозить именно ногой можно и нужно разумеется то есть подтормаживайте сначала ногой а потом добавляйте передний электронный тормоз что касается фары знаете она мне действительно понравилась фара состоит из множества светодиодов и в темное время суток она очень хорошо освещает дорогу лучше чем у многих даже более дорогих самокатов а кстати на момент когда 7 обзор это июнь 2019 года он стоит 24 900 25 тысяч грубо говоря то есть фара зачет притом она практически не слепит людей и освещает достаточно большой пучок света перед собой реально молодцы также есть подсветка по бокам тоже достаточно прикольно в темноте вас хорошо есть далека видно и в качестве бонуса очень необычные на сайте это нигде не указано есть поворотники ребята то есть реально поворотники один раз нажимаешь вот сюда и поворот еще раз нажимаешь габариты но ребята все это дело очень странное но я это буду считать бонусом от производителя то есть странное почему потому что там внутри батарейка то есть не идет питание от аккумулятора самоката и она закручивается но будем считать это бонусом к тому же на сайте эта информация не указана так что знать такая штука здесь есть наверное это хорошо бонусы мы все любим по факту важно еще понимать что самокат этот водостойкий гидроизоляция сделана полные следы герметиков действительно видны на частях да я его водой уже обливал можно ездить под дождем совершенно спокойно заявляет производители это хорошо ip56 защита она не помешает гидро и пылезащита вода и пылезащита и мороза устойчивость от до минус 15 как говорит производитель можно кататься ну вы понимаете что я 15 градусный мороз сейчас нигде не найду кроме того производитель именно этот производитель дает гарантии три года и у них достаточно много сервисных центров по всей россии что также встречается далеко не у всех по факту по факту еще что на деку я лил специально воду потому что дека не прорезиненная она обычная такой странный материал напоминает чем-то поликарбонат но ноги не скользят я специально заливал деку водой проверить эту важную информацию не скользит самокат конечно хоть его держит до 120 килограмм вес ездока все-таки на мой взгляд конечно больше подойдет более легким людям девушкам ну детям я наверно самокаты вообще не советую но все-таки руль кстати регулируется на два деления выше и ниже можно сделать и еще раз подчеркну достоинство самоката на мой взгляд это очень важно то что можно и нужно кататься не на электромоторе а и просто ноги задействовать тело задействовать то что задний тормоз ножной есть то что в принципе неплохая батарея неплохой запас по скорости и по дальности езды поэтому смотрите сами покупать его или нет если кто-то задумывается каких-то таких вот явных косяков я здесь не нашел на этом у меня все я как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны если нравится то что я делаю ставьте лайк не нравится дизлайк но лайк конечно лучше подписывайтесь на канал всегда много интересного